главный волшебник страны дед мороз встречайте здравствуйте друзья мы здравствуйте я очень рад что в канун нового года я попал именно сюда для того чтобы пообщаться с вами и конечно же ответить на все 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 интересующие вас вопросы дедушка как ты наверное успел уже убедиться пользователь в контакте очень смекалисты и всех на самом деле волнует такой меркантильный но практичный вопрос как написать письмо дедушки мороза чтобы она все таки дошло вот можно инструкцию пожалуйста ничего меркантильного в этом вопросе нету все очень просто вологодская область великий устью деду морозу и письмо в любом случае идет именно ко мне и самое главное нужно указать обратный адрес чтобы получить на свое письмо ответ да и чтоб я знал куда подарок доставить и сколько писем в целом приходит ой много скажу тебе стабильно в канун нового года за весь год я тебе могу сказать приходит около 200 тысяч писем на мою почту и это не почта россии это почта деда мороза то есть отдельная автономная организация конечно не хочу ничего плохого сказать но коли бы многие письма через почту россии приходили то к восьмому а то может и получил бы чего интересненько получается так а если письмо отправлять электронным способом ну а что много электронным способом у меня ведь есть своя страница во всех социальных сетях поэтому добро пожаловать пишите я их очень-очень много получаю мы хотим анонсировать для вас интересное событие в группе официально ровно за 10 дней именно сегодня я открываю личные сообщения личные сообщения вконтакте где вы можете задавать мне любые вопросы ну а коли не сразу отвечу с пониманием нужно относиться к этому ведь я нахожусь новогоднем путешествие и не всяк раз могу увидеть это все но наберитесь терпения друзья мои на каждое сообщение ваших я отвечу и так если говорить о самых популярных вопросов то после того как правильно писать письмо дедушки мороза лидирует вопрос о том как дедушка мороз себе снегурочку подбирает вот у нас была мысль сделать дефиле снегурочек но мы решили что это будет как-то некорректно к нашей официальной снегурочке поэтому расскажите пожалуйста как происходит кастинг до кастинга то ведь нет никакого внучка у меня одна доживет она в костроме а почему так далеко от вас до взрослая стала давай уж дедушка я одна подживу может принца себе найду да рано еще рано сколько не приводил ни один моих испытаний еще не прошел поэтому рано еще пусть девках походит а то что в городах других у нее помощниц очень много так скажу вам больше у меня помощники есть главное нужно в добрых дел больше делать так а сколько у вас помощников ой да их и тоже не перечислить а зачем их считать то ведь страна то поглядите какая большая и каждому под елочку нужно подарочек положить желанный и вот есть вопрос от пользователя а каким образом дедушка мороз успевает облететь всю страну и подарить всем подарки как это происходит за одну ночь дедушка мороз зашли секрету к держу не открою это точно мой секрет он так и останется но только одну могу сказать что помощника в городах до селах у меня очень-очень много так а есть вопрос конкретный и он касается развития профессии деда мороза в россии вот получается что у вас уже высшая ступень официальный дед дедушка мороз вот а что делать остальным кто пытается скажем так примерьте ваш наряд скажу тебе точно родная моя что дед мороз это не профессия но еще раз скажу что коли много добрых дел дел делаешь значит вокруг тебя все больше чудес до волшебства ведь каждое доброе дело это маленькое чудо так ведь так и чем больше чудес тем больше волшебства и значит ты мой помощник так ведь а это уж не профессию добро творить это состояние души твоей красивый ответ а мы хотим спросить вот о чем нам пришло большое количество писем от барбершопов страны знаете девушка сейчас очень модное направление понимаете да я ношу бороду и для усов да и мы хотели показать вам те варианты которые нам прислали наши пользователи и мы хотим попросить вас прокомментировать может быть вам что-то приглянется у вас такая длинная красивая борода давайте посмотрим а вот первый вариант что вы думаете об этом ну что ж ему очень идет ему очень идет я хочу сказать колпак только нужно немножко на бочок а то что касается его бороды с усами мне нравится а вот в себе не применимо я свою бороду его дорожу потому что она у меня не простая борода моя волшебная и однажды совсем недавно на конференции и шутку сказал что поле наша сборная восемнадцатом году победит то я побреюсь до шутка это было конечно разве можно так и вот самый популярный вопрос вот у вас такая длинная красивая борода вы что-нибудь используете для того чтобы за не ухаживать а у нас сейчас так модно отращивать бороду все хотят знать может быть барсучий жир воск снег не знаю что там втирать что ничего не втираю уж какая есть такая конечно как растет так и растет а мы что будем смотреть вот давайте посмотрим ой какой забавный посмотри его прям к елке можно поставить ну да посмотрите у вас такая длинная борода можно много чего навешать да не стоит это я то ведь не елка погляди как вот вот смотрите как красиво брутально современно а вот посмотри грозный для этого дети боятся будут так ведь ну можно ведь такую же прическу сделать ты опять про меня я в шапке все время хожу да какая мне прическа такая у меня все наряды с шапками а вот кстати такие красивые наряды можно я попрошу дедушка встать показать вообще этот красивейший наряд поле в камеру выйду стоя до качёж нет то вот так и скажу вам более того в устюге великом есть целый дом моды мой и там красавицы мастерицы золотыми своими руками вручную все мои наряды расшивают и нарядов то у меня уже около 50 и мастерицы не только для меня прошиваются ну и для помощников моих что очень его и проживают можно 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 дедушки мороза вот касательно ваших костюмов спрашивает пользователя есть ли шанса у кого-то из российских дизайнеров модную коллаборацию сделать и для вас что-нибудь придумать интересное или вы все-таки вот в этом плане очень консервативные используйте только старые лекалы и так далее да нет я не особо консервативен но все что делает мой дом моды и вот и самый главный модельер дежнева надежда васильевна и у кого уж какие идеи появляются добро пожаловать к ней с ними давайте поговорим об экономике нового года самый важный праздник в стране только денег тратится вот пользователи александр баринов интересуются значит сколько в среднем у вас уходит на подарки россиянам и растет ли этот чек ежегодно и ведете ли вы какой-либо учет потому что такие расходы и такое количество подарков хочу тебе сказать что моей сказке уж никаких денег и нету а у школе решитаться то шишкины могу то есть зарабатывать на подарки не приходит ни в коем случае ни в коем случае отчейках средних мы тоже вещь не ведем потому что много чудес и волшебства и это все всегда рядом с нами мы предлагаем сыграть в интересную игру она у нас называется угадай деда мороза а перед тем как мы в нее сыграем я озвучу вот вопрос наталья семанченко есть ли какие-либо сами ты для деда морозов а где вы обмениваетесь опытом просто это сейчас очень популярны на страны обмениваются культурным опытом может быть у вас что-то тоже есть такое дед морозов я тебе скажу что такой съезд есть даже в россии каждый год бываю с 9 декабря по 13 декабря в ханты-мансийске проводится такой съезд и нынче должен был быть девятым но к сожалению он так и не прошел в этом году почему что там случилось там произошла трагедия с детьми поэтому мы решили это событие немножко отложить а то что касается в других странах конечно бываем мы друг друга в гостях и опыта меняется и самое главное что добра то больше делаем все вместе до общими силами вчера вот побывал в финляндии встречался с елопуки встреча у нас была теплая давайте попробуем отгадать я называю четыре варианта пользователи вам предлагаем тоже попробовать отгадать какой из названных дед морозов правильный и принадлежит определенной стране вы можете писать это в комментариях в конце мы обязательно озвучим правильный ответ итак азербайджан шахта баба люля баба киши яхши дедушка мороз что вопросы будут с подвохами знал давайте будем угадывать я думаю что до третий вариант киши яхши ну почему нет так и это у нас неправильный ответ правильный ответ шахта баба ну надо же у всех деда у них баба у алтайского деда мороза очень интересное название давайте попробуем отгадать соок тадак сосок твердак бабак шаян колдун балдак какой из четырех вариантов у дедушка мороз я все равно буду придерживаться третьего это ваше счастливое число бабак шаян или сосок твердак бабак шаян бабак шаян правильный ответ сосок тадак франция но тут полегче с европы с европы да мэр сапель дидье драгба мамаду сако или пэрнаэль ну здесь я изменю своим традициям скажу что это четвертый вариант конечно ну все верно итак швеция и дания халадрыгин ибра якенсен елтомсон давай опять четвертый вариант баски вот здесь я призываю всех включить фантазию и попробовать представить кто же все таки каннабей мольера соседат аленсцера угу ну конечно разочек итак каннабей мольера соседат аленсцера а вот скажи мне долго ли ты тренировалась чтобы все это выговорить а вот сразу дедушка это не чудо может ты этот ответ правильно знаешь не подглядывай на самом деле четвертый правильный ответ аленсцера итак эстония вот здесь должно быть полегче души ванна и и и анна дядя тони елуванна правильный ответ четвертый правильно елуванна германия тоже должно быть полегче европа пивасман ну я уже не знаю с какими-то подковырками там пивасман лотар матеус нихт подаркин военнарцем лучше было бы я подаркин я подаркин но это неправильный был бы ответ и ответ четвертый верно Италия вот здесь вот вопрос с подвохом наверное дедушка знает почему мне кажется у тебя все вопросы с подвохом нет этот особенно с подвохом итак Италия угадываем кальчо веспа бифана или габана ну уж точно не четвертый давай второй так веспа а вот и нет бифана и вот в Италии вместо дедушки мороза там дедушка бабушка бабушка бифана Гавайи я призываю пользователей пробовать угадать колонакака каналакака акадока чикапика ох не знаю хоть бы повернуло мне подсказать то и откуда что это создаешь то ну давайте методом логики так давай еще раз тогда Гавайи Гавайи каланакака нет канакалока акадока чикапика второй вариант канакалока да правильно камбоджа дед пожар дед жар дед панопень дед камбо дед камбо конечно а вот и нет дед жар да ну что я предполагаю что вы проверили свою интуицию и заодно узнали как это называется как зовут дед морозов разных стран а возвращаемся к вопросам от пользователей надо мне наверное больше путешествовать да вот теперь уже все просторы ну а год бы полу точно по этим странам не успеваю а ведь круглый год у меня тоже много вот я кстати хотела спросить вот с касательно путешествий вы живете в великому стюге и принято обычно зимой к вам ездить а там очень холодно а что у вас летом происходит и происходит ли что-либо или вы в отпуске ну в отпуске я не хожу почему а потому что я тем живу как от жизни в отпуска уйдешь никак а вот скажу что и весной и летом и даже осенью у меня очень много событий разных поэтому добро пожаловать ко мне круглый год ведь у меня в очереди новый год круглый год так и что даже летом празднуете новый год? а как же и нынче 2 июля в этом году мы отпраздновали экватор нового года самая макушка лета а почему бы нет а кто еще у вас я тебе скажу что весной много выпускных балов а еще летом в самом июне ко мне приезжают именитые кутюрье детской одежды и проводим мы фестиваль моды детской да подростковой одежды съезжается очень много а вариации разные или только костюмы Дедов Морозов и Снегурочек нет это детская и подростковая одежда да давайте вернемся к вопросам от пользователей так Анастасия Добрьян спрашивает точнее пишет моя восьмилетняя дочь Вика спрашивает почему на улице так холодно Дедушка Мороз почему зимой нет тепла по скрипту мы живем в Сургутской области сейчас за окном минус 45 ну это еще для Сургута не так и много я тебе могу сказать а сколько у вас вообще там минусовая температура ну сегодня ночью было минус 40 в Великом Устюге сейчас уже говорят маленько потеплело в 34 подвинулось так что я скажу что все должно быть по уму и по разуму в этой жизни летом тепло а зимой холодно вот наряд который на вас надет вы его и летом и зимой носите да нет нарядов то еще раз говорю у меня больше 50 и все на все но зимой они утепленные все таки есть и спортивный наряд спортивный наряд у Дедушки Мороза а как же любителей на лыжах пройтись на коньки встать с детишками на санках покататься ой так интересно то есть можно уже просто отдельную неделю моду делать для Дедушки Мороза а вопрос не популярный но из детства как отдыхает Дедушка Мороз я тебе скажу что он популярный когда гости приезжают тогда и отдыхают ага то есть практически всегда конечно так получает ли Дед Мороз пенсию все таки возраст столько лет на службе и вообще на что вы живете ну далеко я не на службе еще раз говорю живу я так гостей в доме своем принимаю а уж на что живу люди добрые помогают я говорю у меня помощников очень-очень много да и сказки мои волшебные ведь денег нету заслуживать нечего ни пенсий никаких ни отпусков волшебная страна в общем если у вас жизни не залазит приезжайте обязательно приедем мы кстати очень хотели я буду говорить в следующем году в контакте обязательно приедет к Дедушке Морозу вот Мария Копылкова спрашивает почему вы просите детей рассказывать именно стихотворения это же очень сильно сужает творческие рамки детей а и неправда твоя дети ко мне приезжают ой талантов то у них не счесть кто пляшет кто танцует кто песни поет кто из стих расскажет а кто и просто о чем со мной поговорит да чайку то попьет знаешь как душевно хорошо в разговоре то ой то есть дедушка дает жизненные советы кроме того что исполняет желание я тебе скажу больше и советы те и принимаю для себя век живи да век учись Поля Анучина спрашивает дедушка Мороза почему ты не живешь в Ешкороле а чего мне там жить я ведь родился в Великом Устюге а ведь где родился там и сгодился да и дом мне там люди добрые построили поглядите-ка я разве уеду оттуда да нет конечно Великий Устюг для меня самый родной город по нему я очень-очень скучаю а кстати какая самая низкая температура которую вам удалось пережить скажем так есть у нас стона ведь у нас большая и в Республике Саха что в Якутии есть Верхоянская долина и в долине той есть два города Комтор и Аймекон так вот зарегистрированная температура в тех городах было минус 71,2 градуса а вы при этом присутствовали я присутствовал при другой температуре но к сожалению зарегистрировать ее не успели так вот в Тамторе было минус 78 а в Аймеконе что всего в 40 километрах уже было минус 81 но к сожалению официально не зарегистрировали эту температуру поэтому так она осталась минус 71,2 но мы то верим больше природе так и а вот человеку не опасно на таком холоде находиться потому что вы это можете не замерзнуть 81 градус то где родился там изгодился люди привыкли к этим морозам и без этого жить уже не могут то есть все дело в крови конечно есть вот такое интересное письмо спрашивает ребенок Ульяна Остапчик дружите ли вы с Сантой Клаусом читаете ли вы письма друг другу и как часто вы с ним видитесь видимся мы часто не один раз в году дружим конечно же и вот еще раз говорю вчера был в Финляндии и встречался с Йолой Пуке письма друг другу не читаем потому что в каждом письме сокровенная мечта есть каждого-каждого кто написал это письмо ну а разве можно мечтать с кем чужой поделиться нет в этом то и сказка волшебная Ираида Малышева пишет Дедушка Мороз построи нам пожалуйста мост через речку Мста а так я предполагаю сейчас будет большое прошение мы уже около двух месяцев находимся в блокаде обещали строители скоростной дороги построить но наверное забыли а нам это жизненно необходимо тра-та-та а вот кстати Дедушка Мороз поделитесь об этом что вы отвечаете на вот такие письма когда вас просят принять какие-либо меры вы можете на это как-то повлиять? спрашивают много и отвечу сразу в очереди моей все дороги укатаны тропинки зато все мосты налажены а уж коли я по всей стране за чиновников думать начну да за строителей мосты строить что же это творится то будет они то что на местах будут делать но пообещаю точно как только попаду к ним обязательно напомню о их обещании и я думаю что они конечно же все обязательно сделают и они не забыли просто может чего-то не хватает но обязательно все будет дедушка Мороз а вы вообще строгий? ну как сказать это у помощников моих спросить надо вот да потом надо будет спросить вы все-таки вы даже не знаете сколько у вас помощников а они у вас много работают сколько часов работают? да они не работают они со мной живут помогают мне они не работают они с удовольствием это все делают огромное количество вопросов пришло по поводу ваших саней расскажите чем вы их заправляете вообще каким образом они содержатся сани не заправляю вообще потому что запряжены-то сани мои в тройку коней коней самых быстрых да непростых имена то у них есть декабрь и февраль ты все у меня знаешь сани мои меняются с каждым годом в лучшую, в лучшую сторону что-нибудь на них добавляют в этом году свои сани техническое обслуживание проводил в центре сертификации автору это мои добрые друзья как вы их завозили туда как вы сани завозили в центр ну не такие они а чего же нет то все проверили все по уму и по разуму сделали и я теперь уверен что они мне будут верны до самого самого новогоднего конца новогоднего путешествия и не подведут мне никогда сани непростые нынче с подогревом сидений ничего себе с антибробуксовочной системой поэтому все это надо было поверить то есть настоящий тюнинг а как же все современные инновационные средства в современном мире и скажу что лошади у меня подкованы летом летними подковами а уж зимой так зимними а все это делают мастера мои в кузне а чем отличаются зимние подковы от летних зимние шипованные шипованные подковы а то я даже не знала честно говоря что такое бывает мы предлагаем еще раз сыграть точнее в есть сыграть в еще одну игру она довольно таки забавная у вас такой колоссальный опыт по прочтению списков подарков пожеланий и так далее вот представьте что вам дали список где наши звезды известные личности написали так сказать свои пожелания в этот список потеряли давайте попробуем предположить кто из них что мог бы у вас попросить скажем так на Новый год ну в общем даже предположить этого невозможно потому что у меня все по порядочку и никогда ничего не теряется но чувствую я тоже с весельем этот вопрос потому что Новый год же самый веселый праздник так ведь? в нашей стране да итак Филипп Киркоров что мог попросить Филипп Киркоров у Деда Мороза есть варианты? ну есть в некоторых есть варианты а в некоторых нет карамельки учебник по юриспруденции или путевку в Сан-Тропе конечно путевку в Сан-Тропе тут даже без шуток всяких хотя я хотел сказать про учебник на самом деле учебник да правда ли? письмо то твое Филиппушка не дошло до меня так бы я точно тебе учебник этот прислал ну теперь знаешь что время есть у меня до Нового года точно получит желанный подарок давайте на следующего посмотрим байкер хирург ой это друг мой конечно же мы часто встречаемся и в гардеробной моей есть жилет байкерский ого так и как часто вы встречаетесь? ну встречаемся вот последний раз в прошлом году видались с ним то есть вы точно знаете что он мог попросить у вас на Новый год? ну давай я хочу послушать тебя я могу сразу сказать ответ скажи ответ вот это вот все вот это все вот это все вот это следующий Елена Летучая Елена Летучая как вы думаете что могла Елена Летучая попросить у вас? белых салфеток побольше а нет вот представляете как тяжело человеку она ходит по ресторанам и каждый раз понимает что там невозможно питаться активированный уголь нет смезим да что ж такое это а? здоровой еды Елена хотела бы спросить ну я думаю что ей всего этого хватает итак Тимати следующий кандидат что мог бы попросить Тимати? я знаю что он мог бы попросить но уже места нету там ну давайте предположим ну новую какую-нибудь новую татуировку? так ну а если выбирать новая татуировка деньги или деньги? новая татуировка новая татуировка вот тут угадали Никита Джигурда это я вообще не знаю ну давайте попробуем ну давайте парик зачем ему? зеркало и все таки зеркало и все таки зеркало Василий Березуцкий и вот он кстати с Колей Басковым один и тот же подарок заказал да есть такой итак Василий Березуцкий что мог попросить Василий Березуцкий барометр индикатор невесомости или тонометр ох ты задачку мне задала давайте дедушка барометр а вот и нет тонометр ну зато со следующим кандидатом вы точно не ошибетесь Дмитрий Медведев зарядка для айфона зарядка для айпэда зарядка для макбука для айпэда все дедушка все и для айпэда и для айфона она же все одинаковая ну Михаил Шифутинский что мог Михаил Шифутинский попросить у Вас на Новый год новую песню или новый диск на самом деле календарь дай-ка мне записать сейчас мы ему тут же и подарим а календарь для Михаила Шифутинского мы передадим фирменный спасибо пусть почаще заглядывает книжка до меня вспоминает Олег Газманов я должен сам сказать попробуйте безопасный микрофон или Шинель Бербери есть у него такая зачем ему вторая а вот может быть еще одну хочет смотрите у нас есть еще несколько писем которые нам прислали и очень просили их озвучить и вот сегодня пока мы рассматривали вопросы перечитывали нашли одно такое послание от Катерины Силкиной попробую его зачитать Дорогой Дедушка Мороз увижу ли я когда-нибудь певца Алексеева очень надеюсь что ты поможешь с ответом многие смеются надо мной что этого никогда не будет обидно с наступающим тебя Новым Годом если ты можешь что-либо исправить скажи об этом да конечно могу Катенька обязательно это все исправлю и всем твоим друзьям скажу что нужно верить в чудеса ну а сегодня специально для тебя мы совершили одно доброе волшебное новогоднее чудо то есть вот прям вот уже успели сегодня написали уже ну давайте посмотрим Катя Силкина привет Дед Мороз передал мне твое письмо я желаю тебе в Новом Году тепла заботы и вдохновения на светлые дела я хочу подарить тебе свой альбом пьяное солнце с автографом всегда знай и помни что желание сбывается и никогда не оставай мечтать вот друзья мои и свершилось новогоднее чудо для Кати Катенька обязательно я накажу всем организаторам социальной сети контакт для того чтобы они с тобой связались и этот диск с его подписью ты получишь непременно а твои друзья пусть всегда верят в чудеса Кать мы попросим тебя просто в личное сообщение Дедушки Мороза отправить свой адрес чтобы мы тебе это передали я буду зачитывать прям все что сейчас пользователи пишут так дорогой Дедушка Мороз ну во первых как ты выбираешь города куда ты поедешь посетишь ли ты город Калабангу Борис Икшин спрашивает обязательно когда-нибудь и туда приеду потому что Россия у нас очень-очень большая и уж откуда больше всего приглашений получают туда и еду есть города которые неотъемлемы наши друзья с которыми дружим давным-давно и не только городами но еще и персонажами смотри сколько у меня знакомых друзей на день рождения ко мне съезжаются так места не хватает всем и ко всем нужно заехать всех поздравить и от своего имени и от их имени то есть получается чтобы Дедушка Мороз приехал к тебе в город нужно ему как можно больше приглашений выслать ну почему хватает даже одного так все они бывают разные Алексей Дедов спрашивает сколько же вам лет Дедушка Мороз ой давно это было да не секрет это никакой не секрет только скажу одно что сам-то давно уже со счету сбился да и ученые все со счету сбиваются да вот только в народе поговаривают что в тиреме в комнате снежного лабиринта сколько ленточек столько мне и лет да как только дебители узелки вязали и что только не делали а все одно сбиваются ну скажу точно каждый год 18 ноября в мой день рождения по одной ленточке прибавляется есть вот такой вопрос от Ярославы Спириной она спрашивает а что Дедушка Мороз предпочитает есть на завтрак обед и ужин как завтракать Дед Мороз расскажите пожалуйста ай завтракаю всегда кашель вот то что дети не любят я с удовольствием кашку ем очень шанги люблю особо с клюквой а то и с брусникой а уж грибы то конечно все что лес нам дарит с удовольствием кушают у меня на тропе живет бабушка Аушка так вот ту по осени в своем доме редко когда застать можно все по лесу ходит до урожая и собирает Николай Смирнов спрашивает вот вы так часто детям дарите подарки точнее даже не так часто а я бы сказала регулярно каждый год под новый год и не только а вам какие подарки дарят кто конкретно и самые необычные может быть из того что вам дарили расскажите нам на самом деле все дарят мне подарки вот вот давайте расскажите самый большой подарок для меня это ваше хорошее настроение улыбки и конечно же любовь к добру друзья мои еще раз говорю делайте побольше добра и тогда вы увидите что счастливых людей становится все больше и больше Дедушка Мороз тут вот люди конкретно спрашивают Даниил Зачесов пишет где мои сладости где мои деньги и где мой PlayStation я просил и ты каждый год с 2012 года что вы отвечаете на такие вопросы письма я не хочу не отвечаю зачем мне такие письма не приходят откуда он взял такое письмо мне такие с требованиями не приходят хотя скажу что в столе моем рабочем что в кабинете стоит где письма пишу да получаю перечитываю есть у меня долгий ящик в столе это на самые сложные мечты хранятся нет мечты там самые простые только пишут ну немножко озорничает аль плохо учится но долго там эти письма не задерживаются точно тебе скажу мой долгий ящик отличается от тех долгий ящиков что у чиновников я перебираю да знаю и за каждым из них отдельно слежу они исправляются быстро и конечно же получают желанные подарки а расскажите о чем вас спросят самые популярные запросы на Новый год самые добрые запросы я скажу это когда желаю счастья своим семьям и здоровья своим близким так что еще входит в топ-5 популярных мир во всем мире мир во всем мире что еще твори добро твори добро прекрасно давайте будем счастливы и материальному ничего не просят в топ не входит мы говорим о топе поэтому мы не самые популярные это те которые я сейчас назвал а вот самое необычное что у вас спросили может быть вот в этом году я тебе скажу обычных подарков не бывает потому что для каждого подарок желанный должен быть и люди когда пишут о своих пожеланиях они делятся с тобой самым-самым сокровенным и вот в этом-то вся необычность всего даже вот простой цветон но он же кому-то важен так и и в этом когда ты его получаешь в этом вся необычность посмотри сегодня счастье-то было у Катеньки сколько да там-то это что а получила самое самое сокровоенный и желанный подарок а скажите а что вы говорите детям которые не верят в Деда Мороза а у меня таких нету кто когда вас видят кто меня не верит ко мне не приезжают а уж кто меня увидел ну вряд ли веры не останется на этой волшебной ноте мы завершаем наш века лайф присылайте свои письма Дедушке Морозу в личные сообщения с сегодняшнего дня вот буквально с этого века лайва они дойдут письмо ни в коем случае не потеряется вот и вы получите ответ спасибо вам большое счастливого нового года я предоставляю слово главному волшебнику страны он наверное нам сейчас много всего пожелает в 2017 году давайте я даже встану возьму свой посох волшебный чтобы точно все сбылось друзья мои желаю вам счастья добра сибирского здоровья конечно же пусть все ваши желания исполняются ну а к следующему году чтобы у каждого из вас была новая заветная мечта чтобы мне старику было что для вас исполнять с новым годом а я пожелаю каждому однажды увидеть этого настоящего Дедушку Мороза потому что когда он такой большой красивый стоит рядом то сразу начинаешь верить в чудеса спасибо вам огромное что пришли будьте с нами и счастья вам в 2017 году друзья мои верьте в чудеса ура 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 в